Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok То, что вы голосовали, это, собственно говоря, сегодня Яна и раскроет в полной своей мере. Это поиск себя. Добавил DimaTorzok Почему? Потому что эта информация в информационном пространстве огромное количество. И человек может просто точно для себя принять, что это все то же самое. Очень много философских трактатов, очень много различных сатсангов, ретритов, семинаров. Любой информации. То есть и масс-медиа и, соответственно, сам интернет по себе тоже несет очень много размышлений и рассуждений на эту тему. Наверное, вот с чего мы начнем. Что поиск себя невозможен без того, чтобы обнаружить, кто это тот, кто себя ищет. Причем, вот хочу обратить внимание каждого, кто сейчас слушает. Человек не может просто взять и сказать «так, поиск себя, хочу себя найти. Вот он я, я себя ищу». Или начинает думать «так, найти себя – это, наверное, что-то возвышенное, это что-то такое благое, это что-то такое мистическое, запредельное». И человек начинает в это погружаться. Но если внимательно взять технические средства и посмотреть на это со стороны, то можно обнаружить, что человек фактически представляет. Он уходит в визуализацию, он уходит в ментальную активность. И, соответственно, по факту ничего не ищет. Он начинает перебирать ментальными частотами, ментальными предположениями на какую-то конкретную тему, на какую-то конкретную идею. Вот ты понимаешь, да? Да, я понимаю, потому что на самом деле у меня же тоже, я ездил по сатсангам до встречи с тобой, и все то же самое происходило. То есть надо было, я-то его не видел, я не видел до встречи с тобой, что вообще такое, занырнуть в ментальную идейку. А потом как бы больше и больше я тоже вначале думал, а что это и Яна Корнилова пишет себя там с маленькой буквы и себя с большой буквы. Еще что это такое? Что с этим делать? И потом, когда ты у меня начала вести первые консультации, я обнаружил, когда уже с собой потом начал обнаруживать как-то первые проблески, что такое себя маленький, что такое себя большой. Конечно, это в полной мере открылось там спустя очень много времени, то есть три года. Но первые проблески начинались вау, и вот это начиналось почти там сразу, когда вдруг обнаруживаешь, а что ты такой, ты в эту сторону никогда не смотрел. А тогда вот это поиск себя, кого себя, а что я себя не нашел, а я посмотрю, да, под одеялом посмотрю, под подушкой, что-то там нету, да, а под кроватью там себя какой-то. Ну да, и это, ну ты говоришь, ты говоришь, я это все понимаю, а вот это вот пропитаться, ну, наверное, те, кто прошел под твоим водительством первый этап, они это, ну, очень уже хорошо по-другому воспринимают. Там на самом деле первого цикла даже хватает, первого месяца, чтобы понять, что такое себя. Ну вот смотри, ты сказал, вообще не знал, что такое занырнуть в себя, в ментальные активности. Ну, гипотетически берем, да, футбольные болельщики, там, фанаты, да, которые там, Спартак, Зенит, неважно какая команда, но попробуй прийти, например, к фанатам, да, к фанатам Спартака и сказать, там, Спартак плохой. И ты увидишь, на что способна личность, обусловленная, да, вот этим поиском, этой идеей, этой концепцией. Или точно так же, ну, сейчас возьмем религиозную тему, прийти куда-то и сказать, собственно, ваша религия ничто там или неправильное. И это будет крайне показано, естественно, выражено в агрессии, да, в таких достаточно жестких проявлениях. То есть это показывает то, насколько человек обусловлен вот этой концептуальностью. Это включает и религию, это включает и воспитание, потому что, ну, одному ты человеку там скажешь какое-то плохое слово, он скажет, ну, как бы сам такое, да, а другой, ему скажут плохое слово, он тебя там убить готовит. То есть все зависит от степени, насколько эта идея, эта концепция человека контролирует. Но я взяла, как бы, крайний пример, утрированный пример. А вот такие естественные в жизни, когда вот, ну, например, очень развитые сейчас там в обществе смотришь, там, женщина говорит, я девочка, я слабая, ты должен. Это откуда? Это же концепция. То есть человек уже живет внутри этой концепции, фактически концепция, живет этой девочкой, которая так считает. И она будет замерять все отношения именно исходя из того, что кто-то ей что-то должен, что она слабая. А кто она слабая? А если она осталась, я говорю, в лесу одна, на острове одна, тогда что? Тогда она такая сидит и ждет, кто же придет на форме, то есть спасет, обоит, оденет, убережет и чего-то там, да, защитит. Естественно, нет, человек должен полагаться на себя. Я не говорю, что женщина должна поменяться с мужчинами местами, нет. Но человек, кто бы он ни был, какого пола, он должен рассчитывать только на самого себя. И вот эта целостность, полагательство самого себя, оно, во-первых, творит присутствие, творит целостность, да, и, соответственно, не отягощает отношения, которые будут складываться у человека так или иначе или уже сложиться. Но если человек входит, например, в отношения только через то, чтобы кто-то меня защитил, кто-то мне дал, то это, естественно, бартер, который будет заканчиваться очень печально. Потому что каждый раз тот, кто что-то дает, будет пытаться за это получить еще больше, отдать еще меньше. Ну, принцип бизнеса, то есть увеличивать ставки и так далее. И вот это будет напряжение расти и однажды, естественно, он достигнет своего поле. Но мы немножко ушли в сторону отношений. Если мы возьмем любимую нашу с тобой тему, Дюма. О, Д'Артаньян, давай, да. И, естественно, возьмем Боярский. Вот я хочу, чтобы каждый, кто сейчас был слушать, я понимаю, что это вроде бы смешно, вроде бы кажется, что несерьезно, но за этим как раз куется очень серьезный алгоритм. И, как говорится, мне еще уши доуслышан. Если, скажем так, Боярский обусловился Д'Артаньяном тотально, да, и забыл выйти из этой роли, то, соответственно, на него будет действовать только сценарий пьесы. То есть он будет действовать только то, что зашито в эту пьесу, то, что предполагает, что должно там быть, по-другому там никак не будет. То есть если он там ездит на лошадь, он не может сказать, где мы пошли, по примеру. То есть несоответствие сценариев, оно не может быть там никак. И вот эта обусловленность, там, поиск подвесок, да, он не может даже рассуждать о том, что кто такой Боярский, не говоря уже о том, кто такой Д'Артаньян. То есть все, что может Д'Артаньян, он может в пределах своей капасити, как я говорила, капасити в переводе, да, это такая энерговыносность, энергоспособность, да, грузоподъемность, то есть способность вынести какую-то, да, ситуацию самим собой, переварить ее, да, пережить, поднять и так далее. То есть человек, обусловленный определенной капасти, не сможет выйти дальше, за пределы этих границ. То есть получается, что, что же такое поиск себя? Должен быть обнаружен, в первую очередь, персонаж, и обнаружен тот, кто его обнаружил. И только потом появляется опция возвращения в изначальную свою апостасию, то есть в источник самого себя, в себя, в чистоту автора. Понимаешь? Понимаю, потому что Д'Артаньян, он же с самого начала со мной вот был, да, когда ты меня начала вести, и Д'Артаньян там был. И каждый раз ты вот поворачивал как бы вот эти фигурки с другой стороны, да, Д'Артаньян, Боярский и Дюма. И я вот, опа. Дюма-то, кстати, позже появился. Дюма появился позже, но вначале это был просто Д'Артаньян вместе с Боярским, и ты говорил, как ты не отличаешь, ну что это такое? И вот это вот очень шикарно, и я его пронес вот через вот этот вот трехлетний путь с тобой. Д'Артаньян, он просто любимец мой такой стал, да. Знаешь, наверное, что бы я хотела сказать слушателям, что когда человек задается этим вопросом, вот он приезжает на какой-то семинар, неважно, сапсанк, как угодно. Вот я хочу найти себя. Человек сугубо уже находится в какой-то определенной своей программе, которую он не замечает. Эта программа обусловлена, естественно, годами жизни, средой, какими-то интересами, которые культивировались, и все это закабаляет человека в определенной чистоте. То есть то, что допускает эта чистота, то и может быть обнаружено. Если же человек вообще не замечает, что он в ментале не замечает этой персонажности, не замечает, что он этим обусловлен, то он априори не может обнаружить себя настоящего. Все, что он может, он будет обнаруживать только идею об этом, концепцию, но не более. То есть это будет все равно ментальная игра, ментальный такой пинг-понг, да, так, а может это это, может быть это этот. К примеру, говорят о том, что там полюби себя. И начинают перечисляться какие-то вещи, которые якобы отражают любовь к себе. Ну там человек, допустим, начинает за собой следить. Он за собой следит не потому, что ему это важно, да, а потому что это кому-то надо показать, да. Человек что-то делает для себя, да, здоровье, какие-то моменты, да, то же самое даже просветление. Помнишь, мы с тобой это обсуждали, что зачастую на консультации человека задают такой вопрос. Нужно ли вам просветление, если вам некому будет об этом сказать? Что вы будете занимать? Знаешь, я помню, ты задавал вопрос на вебинаре, вот сейчас идет второй практик, который ты ведешь. Ну вот, не второй практик, а практик первый, он с сентября длится, ему тоже скоро год будет. И ты ребятам задаешь вопрос, а что, собственно говоря, вы хотите от просветления? И вот такой затык, потому что, а что действительно хотят? Я думаю, что на любом сатсанге, вот на тех, в которых я был, есть такой вопрос задать, то все, наверное, покажут пальцем на этот трон, на котором сидит вот вещающий мастер, и скажут, да я вот так хочу. Я хочу сидеть, собирать деньги, и вот чтобы все было, но за это ничего не было. То есть, как это, знаешь, вот есть выражение такое, я девочка, ничего не хочу решать, я хочу патье. Но вот тут можно перефразировать, да, я мастер, я ничего не хочу решать, я хочу сатсанг вести. Как бы вот только так. И знаешь, они ведь, как вот можно ездить семь лет и искать себя? И их спрашиваешь, они говорят... Можно даже больше. Дело все в том, что неисповедимый пути Господни, это заключается в следующем, да, расшифровать эту фразу, что все зависит от того, кто ищет и что ищет. Если человек играется в поиск, играется в идею о том, что он ищет, он будет проживать эту игру. И она никогда не закончится. То есть просто человек будет чувствовать какое-то недовольство, какое-то разочарование, какую-то пустотность. И если у него хватит мужества осознать и ощутить, что стоп, тупи, что-то здесь не так, вот тогда появляется бунтарь, да, который как бы начинает идти против всего. Он начинает хотя бы подвергать сомнению, а откуда я знаю, что это так? То есть вот люди приезжают... Во-первых, я хочу сказать, что вот вы, ну, те, кто ходите, слушаете, естественно, в ментале, в информационном пространстве, то есть в данной реальности это всегда было и будет. То есть на всех частотах. Невозможно, чтобы, допустим, вся частота исчезла, да, а осталась только какая-то, которая вам нравится. Это, как я всегда говорю, ну, давайте берем тело. Тело – это на самом деле тоже уплотненный ментал, да, уплотненная мысль. Мы можем потом когда-то затронуть больше, как бы более подробно на эту тему, но тем не менее. Вы не можете сказать, например, о, клетки лица мне нравятся. Там, да, клетки моего торса, там, или еще чего-то моих ног нравятся. А там, допустим, клетки мои, пятые точки, мне нравится, заберите их. Ну, развалится все тело. Поэтому, скажем так, если взять, что информационное пространство – это такое же тело, да, то фактически здесь будут разные частоты. И куда человек зашел, опять-таки, это уровень резонанса, уровень отклика, уровень запроса. И здесь, вот как я всегда говорю, работает строго, жестко. Ее бесполезно эту формулу пытаться обыграть, как-то умолить, выпросить, разжалобить. То есть, какую клавишу нажали, такая нота и звучит. Ну, вот вы нажали ноту «па», вы можете ставить свечки, можете молиться, делать асаны, мантры, мудры. Ничего не поможет. Будет звучать именно та нота, которую вы нажали. Что такое «вы нажали»? Вот здесь вот очень важный момент. Нажимание – это не то, что я хочу быть счастливым, я хочу быть удачливым, я хочу быть здоровым, я хочу быть нужным, я хочу творить добро. Это ни о чем. Это мысли. Суть заключается в том, что дело не просто в хотении, потому что мысли и сам факт чего-то – это разные вещи. Когда человек говорит, я так хотел помочь тебе, ты знаешь, я вот так хотел к тебе прийти на помощь, но ты вот поздно позвонил или, ты знаешь, я был занят. Нет, человек не хотел прийти на помощь. Или там просто проверяется, муж приходит домой и говорит, кушать, и что? Я так хотела тебе приготовить, потому что вот столько кулинарных рецептов пересмотрела, вот эта страница, вот эта, вот эта. И ты прямо вот сбилась в этом поиске. А кушать, кушать ты что? А кушать нечего. Так и здесь. Вы всегда смотрите, что по факту вы излучаете самим собой на этот момент. Вот это важно, не ваши мысли. Я хочу сказать, информационное пространство не зря дурит, не зря делает такой перевертыш, когда говорится, что мысли определяют все. Нет, мысли не определяют. Они имеют определенную энергетическую нагрузку, энергосмысловую нагрузку, но не ключевую позицию. Они как рябь на воде, они не определяют. То есть они, вот знаете, рябь на воде – волны, да? Что, океан мучается, он страдает, что там как бы, что что-то меняется у него как бы внутри? Нет, ничего не меняется. Это только поверхность. Поэтому вот эту поверхность с глубиной путать не нужно. Понимаешь, да, Рома? Да, понимаю. Я сейчас слушаю тебя и вспоминаю еще, что вот очень много мастеров и тех, кто ведет сатсанги, они говорят, что не только мысли, вообще они не твои. И эго надо убить, и личность убить, и мысли не твои. Ты все это не слушай. А на самом деле, а где я-то? То есть, а найти тебя – это где вообще? Если и это не мое, и это не мое, и тело не мое. А что такое-то вообще? Что делать-то? Вот смотри, интересный нюанс. Ты очень правильно это подметил. И у человека должно хватить, ну, с одной стороны, разочарования, страдания и боли, а с другой стороны, мужества подвергнуть усомнению и сказать, а зачем, почему это все не мое? А тогда зачем оно создано? Вот мне это все время поражает, что избавься от эго, останови внутренний диалог, демонтируй личность, ну, то есть многие-многие какие-то моменты, да, отдай свои там желания и страдания еще куда-то. Никто ничего сделать не может. Это во-первых. Во-вторых, задайте себе вопрос. Если тело есть, значит, за этим стоит какой-то закон. Если в теле есть состояние ощущения, состояние эмоций, включая гнев, зависть, ревность и так далее, да, не только позитивные, а все аспекты. Если есть неумолкающий ум, с чего вы взяли, что это плохо, что с этим надо бороться? Не приходит ли вам в осознание, что вам специально навязывает информационное пространство через тот или иной информационный источник некую деятельность, некое направление и вектор, чтобы вас, как говорится, как Сусанина, отправить куда-то в дебри, откуда вы никогда не вернетесь? Зачем бороться с тем, что создано? Надо задать вопрос. Я имею, обладаю этим, да, я уже являюсь этим. У меня есть эмоции. Почему я должен от них избавляться? То есть, скажем так, если источнику, абсолюту, как угодно назовите, там, высшему я, не нужно было бы это, он бы это не создавал. Сейчас звучит так, как будто есть я и источник, но это, возможно, будет в другом вебинаре разговор, но тем не менее, есть, еще раз повторюсь, что если бы эго, эмоции, все, как бы, внутренний диалог, болтовня ума источнику было бы нужно, это не было бы создано. Вот вы же не сидите, не горюйте, почему у меня нет третьей ноги, вы не горюйте, почему у меня нет еще двух глаз, да, или там дополнительного рта. Как бы есть и есть по факту, зачем что-то убирать? Это называется дать человеку, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал. Ну, дать ему чем-то заниматься, вот какую-то блюльку кинуть, какие-то игрушки по бремушке. И он там сидит, разгребается, варится во всем это время и идет. Ну, понятно, что... Я был, да, я был погружен в осознанное сновидение Карлса. О, как я долбался останавливать внутренний диалог. Это же ужас какой-то. Во-первых, его восстановить невозможно. А во-вторых, как? Ну, наоборот, да, вот тот путь, который ты мне провела, наоборот, я обнаружил, что мне это все нужно. Все это мне нужно, и оно раскрывается в совсем других красках. Там красота этого появляется. Не та красота, которую там поют, там, любовь, что-то еще. Нет, красота совсем другая. Это наполненность тебя. И она больше и больше проявляется. Но с этим нет... Да, агрессия нужна, без агрессии жить невозможно. Но одно дело в ней быть и отождествляться с ней. А другое дело быть в наблюдении за ней. И уже не влезать там с ногами, с руками, а просто там ноги помочил, прошел. Ну, да, да. Ну, я ж в красовках никаких проблем нет. А вот то, что... Я не понимаю, как может мастер сидеть на трончике и говорить, что у него вообще ничего нету, что эго он убил, личность он убил. И да, у тебя есть замечательный пример на это. Давайте спросим. Он же получает за себя там деньги. И эти деньги пусть он перечислит мне. И я думаю, что он... Да, вот твой пример, он сразу, наверное, поставил бы крест на том, что эго нету. Есть, прекрасно существует эго. И все это нужно. А зачем ты на это... Ну, ты же говоришь, да, и я через это прошел. А как без этого вообще жить-то? Как? Что останется-то вообще? Понимаешь, здесь действительно есть сакральный смысл. Есть провокация. Я бы сказала, тоже сакральная. Она специально человеку навязывает такую деятельность, которая отвлекает его от чего-то более важного. И получается, пока человек играется вот в эти беремки, вот работает с остановкой диалога, начинает там развивать какие-то позитивные качества, развить он, естественно, их не может. Он может только думать, что он развивает. Это не одно и то же, да, как говорится, думать о чайе и пить чай. Абсолютно разные вещи. Так вот, человек должен остановиться и задать сам себе вопрос. Могу ли я не иметь этого знания в самом себе? Могу ли я быть этим обделен? То есть каким это образом? Ну, то есть вот весь океан – вода, и вдруг поднимается волна, и она не вода. Каким образом? И это такая волна, когда она принимает и соглашается с тем, что она волна, то есть она отрицает, она забывает, что она изначальный океан. Именно обусловленность, да, сужение, то есть вхождение вниманием и согласием и верой вот в эту мысль, идею, концепцию, что я волна, разотождествляет, то есть вернее, разделяет с источником, не разотождествляет, а именно разделяет с источником, и тогда эта волна начинает ходить, спрашивать другую волну, как найти океан. Естественно, абсурд, естественно, утопия. Почему? Потому что волна никогда не может потерять океан, и она никогда не может не быть им, но только все зависит от того, куда ты смотришь и кого ты спрашиваешь. То есть нужно весь поиск, весь вектор этого запроса направить на самого себя. А что, если у тебя нет доступа к информации, нет к интернету, да, к библиотекам, к масс-мейтам? Нет, вот ты один, то есть ты хочешь сказать, что ты один? То есть Бог тебя наказал? Он тебя оставил без книжек? Ни одна книга не может быть ответом. Более того, я бы сказала, что да, я понимаю, что достаточно революционно сейчас звучит, что надо быть настолько начеку доверять какому-либо информационному источнику. Потому что мне недавно был задан такой вот вопрос. Допустим, ну вот смерти и рождение есть. Я человека спрашиваю, а как вы знаете, что они есть? Ну я же вот их вижу вокруг. Хорошо. А вы видите посредством чего? Посредством глаз. А глаза принадлежат чему? Принадлежат телу. А тело принадлежит чему? Тело принадлежит этой реальности. А давайте спросим, у источника абсолюта тела есть? Вот такой сидит дяденька, такой посидел, с бородой. Да, там, не знаю, пьет чай, там, варанки ест, смотрит. Люди бедные, несчастные, что-то такое, как же им поможет. Так что ли? То есть это грубейшая ошибка с позиции личности пытаться придать личную характеристику бесформенному. То есть придать личную характеристику сознания. Сознание и ментал абсолютно разные ипостаси, разные частоты. Они находятся в одном человеке, да, но все зависит от того, где в своем присутствии в самом себе находится человек. И если он находится на частоте ментала, он открывает себе только поле ментала. Там частоты отклика и отзыва от сознания нет, потому что нет запроса. Только когда человек очень долго ходит в ментале, мучается, спрашивает, что-то слушает, сам пытается анализировать, что-то вскрывать, да, созерцать как угодно. И когда он понимает, что-то здесь не то, вот тогда он начинает различать, что внутри себя есть какая-то другая ипостась, но он ее должен ощутить не ментально, не так, как что бы это могло быть, ага, но, наверное, это вот так, это логика ума, это ни при чем, это должно быть ощущение. Как вот я часто говорю, ну вот возьми, Рома, поставь перед тобой 10 женщин, и все скажут тебе, Рома, я тебя люблю. Ну вот слово же, поверишь ли ты слову, или ты поверишь чему-то, что стоит за словом. Мы сейчас не берем, конечно, можно тут пошутить, как бы и красиво, и не очень красиво. Мы сейчас берем о том, что что-то должно стоять за этим словом, чтобы ты почувствовал, что это любовь, а не просто само слово. Слово – это форма, это ничто. От того, что… Про ощущения, да, я помню вот эти вот первые-первые, на что я всю жизнь не обращал внимания, ты мне указала вот эти ощущения. Ох, как много всего развернулось. Но я хотел сказать то, что еще ты очень сильно права и все время не поправляла. Рома, смотри, ментал очень сильно отвлекает. Ведь очень мало людей доходит до конца даже первого этапа, четыре цикла проходят, потому что ментал начинает отвлекать всеми возможными способами. Знаешь, это как в анекдоте, где мужик приходит в паб и сразу говорит бармену, давай быстрее, наливай, наливай, пока не началось. Он говорит, чего началось? То есть наливай, наливай, тот наливай, он сразу выпивает, говорит, давай, давай, следующее, пока не началось. Так, а чего началось? Лучше не спрашивай, наливай, наливай. Наливай такой, слушай, а деньги? Ну вот, началось. Ну, анекдоты, конечно, здорово, но что касается поиска себя, то есть человек должен, знаете, что еще обнаружить? Вот же бывает такое, что, допустим, человек в какой-то в той или иной ситуации дает себе зарок, я этого не буду делать, я не буду срываться, я не буду кричать, я там не буду, допустим, хлопать дверь и уходить. Ну, неважно, много зароков дает себе человек. И потом раз что-то происходит, и эта привычка опять взяла в оборот его, да, и человек опять пошел это сделать. И опять сидит и думает, господи, ну как же так? Я же давал себе слово, я тысячу раз себе обещал, я не буду этого делать. И вот здесь появляется, что есть как бы диалог между собой настоящим и между своей персонажностью или по-другому личностью, или по-другому программой эго-ума. И вот человек, он часто с этим сталкивается, но он не замечает, он проскакивает, ему все время кажется, что это один и тот же он. Нет, внутри него не один и тот же. Это точно так же, как Боярский. Он может говорить, что, да, вы знаете, что, пожалуйста, дайте мне зарплату, и я вот отыграл, там, да, или сказать, тысяча канала, там, тысяча чертей, там, где Портоз, почему он приходит, Констанцию не вижу. То есть все зависит от того, куда он зашел. Если он зашел в свою персонажность, для него будет действовать сценарий этой пьесы. Правильно? Если же он актер и осознает, что он актер, то он отделяет зерна от ревел. Он не путает себя и свою роль, да, себя и этого персонажа. И это очень важно. Но это не значит, что он не понимает, что, например, заходя на сцену, надо быть этим персонажем, но при этом он не теряет связь с собой, как с актером. Вот печальные последствия начинаются, когда человек отождествляется с героем, отождествляется с персонажем. Вот тогда происходит как бы необратимый процесс. И вы наверняка замечали, что зачастую актер перетаскивает и судьбу своего персонажа, и какие-то мимику, и какие-то его жизненные моменты на самого себя. Даже как бы образ, внешний облик и так далее. То есть вот этого делать не нужно, потому что человек фактически начинает курсировать в ментале. Но он не идет в сторону сознания, он не идет в сторону сути себя, он не идет в сторону дома себя. Он лишь погружается вот в эту вариабельность ментальной игры. Да, я помню эту штуку, что это очень сложно оказалось на самом деле богу-богово, кесарю-кесарю, да, и все это совместить. И при этом как бы оставаться на некой середине всего этого. То есть еще ты уже не личность, но еще вот до туда не дошел. Это нечто такое вот на грани всего этого. И все это вместе ты собираешь в самом себе. И вот это, прям когда первое открытие, я помню, я тебе даже связи не было, я писал тебе, что меня просто там голову срывает. Как это вообще возможно взять это все и объединить в самом себе? И видеть и так, и так одновременно видеть. И то ценно, и это ценно. И ты можешь и плакать, и смеяться одновременно. Смотри, вот не случайно же есть фраза «Будь я в мире, но не от мира». Не потому, что я перевержен с Библией, не потому, что я предлагаю читать, зачитываться, следовать этому. Нет. Есть определенное в информационном пространстве, но такие золотые слитки, такие формулы, алгоритмы, которые как определенные подсказки на пути, они дают ключи. Причем завуалированы. И кто услышит, так, как говорится, имеющие уши, да услышит. То есть человек, который сонастроен с этим звучанием, сонастроен с узнаванием этой сути внутри какой-то подачи. И вот смотри, будь и в мире, но не от мира. То есть находись здесь, но не пытайся быть как этот мир, что тебе этот мир навязывает. Потому что то, что тебе навязывает информационное пространство, это территория спящести. Территория спящести навязывает только спящих. Какими бы благими намерениями, какими благими бы фразами она бы не пользовалась и не афишировалась. Суть заключается только в одном, что ты должен точно ощущать, где ты находишься. Я не говорю, что не общаться с информационным пространством, не взаимодействовать, не общаться с этим миром. Естественно. Но еще раз говорю, есть большая разница, ходить по воде или нырять на дно. В большинстве своих человек, нырнувши на дно, он не видит ничего. Он может размышлять, что такое суша, но он никогда ее не обнаружит, потому что он на дне. Для того, чтобы обнаружить сушу, ему что? Нужно всплыть. Для чего человек всплывает, чтобы видеть две ипостаси? Воду и сушу. Тогда он понимает хотя бы в каком направлении двигаться. Если же человек под водой, все, что он может, он может только играться в иллюзию о суши, но самой суши он не увидит, потому что он под водой. Ему нужно выхлопнуться, разотождествиться, вынырнуть, вознестись. Вот это главный ключ. Это то, что и заключено в формуле Бусиннии, но не от мира. Далее, когда человек приезжает на какой-то семинар с отцом, где ему, например, говорится, послушайте тишину, ощутите пустоту. Зачем это ощущать? Ведь прежде чем человеку говорится, послушайте тишину или ощутите пустоту, у человека от этой команды формируется моментально мысльный образ. Помнишь, мы в одном из подкастов с тобой говорили? Покажите, что такое живче. И каждый раз, когда я человека спрашиваю, он не понимает, что это, потому что нет описания. И это показывает, что когда вам говорят, послушайте тишину, вы не слушаете тишину, вы играетесь в идею о слушании тишины. И, во-первых, в идею о тишине, и в идею о том, что вы ее слушаете. То есть здесь идея идеей погоняет. Вот она, иллюзия, необратимость этой иллюзии. Человек должен еще вот какой себе задать вопрос. Вот те мастера, которые считают себя таковыми, они призывают вот к этому какому-то великолепию, блаженству, парению. Вот все такое жизнерадостное. Бесспорно, жизнерадостность – это здорово. Но она не должна быть искусственно притянутой за уши. Потому что когда вы прибегаете, неважно, вы сами, ваш близкий, в какой-то беде, что-то случилось, заболел, сломал ногу, руку, вы не можете допустить такую ситуацию, что вы забегаете с больным, близким человеком, а врач, такой хирург, такой сидит, пьет чай и говорит, давайте послушаем тишину. Ну, вряд ли хорошим это закончится, правильно? То есть это вызывает только агрессию и желание что-то сделать с этим врачом. Или точно так же, вы приходите, вы заплатили, у вас отпуск, вы заплатили за билет, вы садитесь в самолет, и такой выходит, пьет, и говорит, ребят, зачем нам куда-то лететь? Давайте просто посидим, послушаем тишину. Но будет очень много возмущений, очень много будет агрессии. Так вот, вы задайте себе вопрос, зачем эти игры? Все, что здесь есть в этой реальности, оно нужно. И оно не случайно, и оно не является лишним однозначно, и с этим не надо бороться. То есть вот эти все попытки, уйдите в тишину, уйдите в пустоту, будьте этим моментом. Быть моментом – это быть осознанно присутствующим, охватывающим собой всю реальность себя, всю память себя, но не обуславливаясь этим. То есть это должна быть такая стратегическая форма присутствия, где вы одномоментно ощущаете целостность момента, реальности всей своей жизни к этому моменту, и одновременно вы видите всю дискретность, всю пошаговость, все пазлы. Когда человек утыкается в какой-то один пазл, он выпадает из картины целого. Это и есть формирование сна в уже существующем сне, и выбраться из этого будет крайне тяжело, практически невозможно. Я думаю, ты ром должен быть, знаешь. Да, я хотел на самом деле рассказать, что, как происходит, насколько это вообще два разных берега, это небо и земля, вот там можно приехать к мастеру, слушать его, и люди подсаживаются, и я видел людей, которые ездят, и прямо когда берут в руки микрофон и говорят, да, я приехал за новым допингом. То есть они поделили свою жизнь на сатанг и на все остальное. Все остальное – это мусор, а сатанг – это да. И вот когда они приходят к тебе на практику, начинают их вести, ты начинаешь их вести, на самом деле самое сложное, в первую очередь, это размотать вот эти вот идеи, обнулить их, потому что там, ну, есть такие участники, которые приходят, и у них уже ничего не размотать. К сожалению, такое тоже имеет место быть. Но в общем и целом, да, получается, я просто наблюдаю за всем этим со стороны, так как вот ты меня пригласил в проект, и там все происходит, это вот такое таинство всего этого, и человек разматывается, когда он говорит, о, о, нифига себе, да это вот так, а это так легко, а зачем я вот туда слушал что-то, еще что-то. И ты ведешь человека непосредственно к тому, чтобы он проживал свою же жизнь с собой. То есть и вот в этом он и находит самого себя, а не где-то там сидящим и в пустоте. Я помню там, я на одном сатсанге был, это было на тропическом острове, и там мастер говорит, а теперь закройте глаза, я вам сейчас оттрансливаю пустоту. Вот это вот пустота и тишина. Только вы ее не раздербаньте. Вот сейчас поедите и не разговаривайте с собой, чтобы не потерять эту пустоту. Вот к чему она в жизни, честно, вот я не понимаю, к чему она нужна. Пустота. Я закрываю каждый вечер глаза, там совершенно пустота идеальная. Я затычки могу так, и все, и тоже там. Получается три вот этих, я ничего не слышу, ничего не скажу, ничего не вижу, три обезьянки. Это вот три такие просветленные обезьянки, отец, сын и святой дух, да, выходит так. То есть я не знаю, как это еще объяснить. Спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Если кому-то это нравится, значит, он этого заслуживает. И зачем человека спасать, правильно? То есть человеку нравится быть утонувшим, погребенным в этом, да ради Бога, как говорится, ну, вольному воле. И по вере вам воздастся. Если человек начинает чувствовать, что здесь что-то не то, что какая-то двоякость, такое отделение, потому что человек начинает воспринимать духовность как отпуск, да, как некий такой побег от реальности. То есть ни в коем случае, это не какой-то тип после школы. Духовность включает абсолютно все аспекты жизни. Все, что нравится, все, что не нравится, все, что больно, не очень больно, очень радостно. Неважно, то есть любую характеристику, любой признак. И человек, который начинает делиться на то, что, о, я поеду на сатсанг, что это такое? Действительно допинг, действительно наркотик, потому что и там человек заряжается, во-первых, он отсутствует, уходит от своей рутины каждодневной, да, он уходит от каких-то проблем, удаляется. Но суть-то заключается в том, что вернуться-то все равно придется. Это как плюс там, да, как больной зуб. Можно сколько угодно мазать, пить анальгин. С этим что-то надо делать. И чем раньше, тем лучше. То есть человек будет тянуть, да, но проблема не решается. Он может затыкать болевые ощущения? Может. Он может от них отворачиваться? Он может делать вид, что их не существует? Но это только пока не наберется критическая отметка. Дальше будут необратимые последствия, в которых человек просто будет вынужден, он будет погребен ими. Если человеку нравится такой формат, в чем проблема? Как говорится, зеленый свет, вольному воле. И если человек не хочет элементарно просто задать себе вслух вопрос, вот почему я сказала стратегическая картина, то есть видение картины в целом. Я приезжаю, я что хочу? То есть что это должно мне дать? Это как что? Это тишина. Это к чему? То есть я буду как бы жить и делать вид, что я живу? Я как бы по факту отсутствую, потому что тело не мое, мысли не мои, эго не мое, кто мне это дал знать, не хочу. Но вот умные книжки пишут о том, или какой-то мастер говорит, просто лови момент, слушай тишину. Но если человеку нравится перекладывать ответственность себя на что-либо вовне, на всякую вот бурду, которую ему навязывают, это ради бога. И ведь еще есть такой нюанс, что человек очень сильно реагирует на авторитетность того или иного источника, имени. И вот у нас в практике ребята разбирают, и шикарно разбирают, да, мы стараемся убрать всегда имя, потому что важен смысл. Не сам персонаж, не сама личность, которая транслирует это, а именно смысловая нагрузка. И человек видит, сколько всякой ерунды, сколько фальши, сколько обмана под таким красивым слоем чего-то благого. И место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Для этого не надо куда-то ехать, потому что реальность одного, оно может быть как местным силам, так и местным отсутствия есть силы, в зависимости от того, что происходит с человеком. Потому есть эта фраза, святой человек делает эту землю сам, в связи со своим излучением, со своей правдой по отношению к самому себе. Правда это не в том, что мне нравятся фильмы про войну, или да, мне нравится, допустим, лето, или да, мне нравится это правительство. Мы не про эту правду. Правда это в том, что ты действительно смотришь, а почему я так хочу? А почему я решил, что именно так правильно? Откуда я это взял? Действительно, то есть подвергнуть сомнению всю концептуальность, всю эту систему в самом себе. Я не говорю выкинуть, я не говорю с ней бороться, я говорю лишь рассмотреть. И вот для этого нужно наблюдение со стороны. Это то, что есть на нашем практике, то, что есть в проекте, и вообще путь без пути именно об этом. Что все знание, вся дорога домой зашита в самом человеке. Все зависит от того, идет он или нет, или он играется в эту ходьбу. Если он играется, то, конечно, никуда не придет. Как я всегда говорю, вот мы с тобой сидим в зале, кто-то вот вместо мастера танцует танго, да, или то же самое мастер танцует танго. От того, что мы два часа, три часа, восемь часов сидим и смотрим на танцующего танго, мы танцевать танго не станем сами. Никогда. Поэтому я говорю, что человеку в лучшем случае нужен проводник, который точно так же танцует рядом с ним. А не так, что красиво, умно рассказывает, все приехали, похлопали в ладоши, разошлись и опять, как говорится, вернулись, ну, высвоясь. То есть, то, из чего начинались все проблемы, все неврядицы, все иллюзии, все непонимание, невидимое. Мое ощущение, что человек должен очень внимательно относиться к собственному отношению с информацией. Я не говорю, что вот сейчас то, что человек прослушает здесь, о, ну, ура взять. Слушайте осознанно, рассматривайте свое слушание. Потому что часто человек говорит, я сделал вывод, у меня точка зрения. А как она появилась, эта точка зрения? Как сам процесс вывода происходит? И человек что-то с чем-то сравнил, да, и вынес суждение. Так фактически это ментальная концепция, ментальные эталоны зашипят подсознание, они сактивизировались и выдали этот результат. В этом случае человек просто тупо пассажир. Он ничего не определяет. Он должен точно, например, вскрыть. Вот попробуй я, например, той девушке вот в начале нашего сегодняшнего прямого эфира рассказала, которая говорит, я хочу быть слабой, я хочу, чтобы мужчина обо мне заботился не давал тот и тот. Попробуй ей скажи, нет, ты не должна быть слабой. Так она будет биться до последнего, потому что она внутри этой концепции, она срослась, она ее питает, эту концепцию, она есть уже, эта концепция, то есть туда идет ее светимость. И она в усмете будет биться, потому что она считает, что это так и должно быть. Но должно появиться разотождествление, развлечение, что а с чего я взяла, что это такая концепция. И вот тут вступает в силу вот это проговаривание, моделирование, все то, что есть на практике, в частности, в закрытом. Да, на этом, наверное, первая часть я предлагаю ее заканчивать, а вторая часть она для участников ВК Донат. И если вы хотите, чтобы Яна развернула ситуацию, которая обычной встречается в жизни, не приходите с пустотой, тишиной, еще с чем-то, с обычной жизнью. Ведь обычная жизнь, она печет, она происходит, и она ценная. Это единственное ценное, что есть. Более того, только на прямых примерах, то есть, когда у человека реально что-то происходит, можно не просто человеку помочь с этой ситуацией, а можно показать тот алгоритм, который руководил всем этим процессом, который зашит, который человек не замечает, не различает, не чувствует, не ощущает вообще никак. Поэтому именно закрытая часть прямого эфира будет именно по личным ситуациям, каким-то личным вопросам, где человека можно провести и показать, как ему в дальнейшем справляться самому. Естественно, это не эквивалентно закрытой части практики, которая идет. Там огромный пласт работы происходит и домашний, и на самом вебинаре. Но все-таки какие-то нюансы, какие-то моменты в прямом эфире, в закрытой части мы обязательно будем скрывать, обсуждать. И я буду стараться человеку показать, как ему рассчитывать только на самого себя каждый день, каждый момент. На этом мы прощаемся. А для тех участников, кто поддержал проект ВК Донат, для них только начнется вторая часть, все только начинается. Всем пока. До встречи с ВК Донат с участниками. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok